Здравствуйте, в студии Юрий Богданов. Сегодня в нашей программе вновь обсуждаем происходящее на Украине. Новостей очень много, как серьезных, так и довольно курьезных. Все их будем обсуждать с гостями в нашей студии. Даже попрошу отвечать на вопросы в таком блиц-формате, потому что времени не так много, а тем, которые стоило и хотелось бы обсудить, действительно достаточно. И начнем мы с трагической новости. Пять человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 сухопутных войск Украины во время тренировочного полета. Ну, такое происходит иногда, да, во время учений, маневров. Тем не менее, это повод, как мне представляется, в том числе и поговорить о состоянии вооруженных сил Украины. Вячеслав Николаевич, вам адресую первый вопрос. Как бы вы оценили нынешнее состояние ВСУ? Ну, во-первых, состояние вооруженных сил необходимо связать с общим состоянием политической политики и экономики Украины. То есть, если экономическое состояние летит, так сказать, в бездну, о каком состоянии вооруженных сил мы можем вообще судить? Поэтому, я думаю, что все остатки бывшей советского оружия, это западное направление, там, конечно, арсенал был огромный. Использовать это можно очень долго, спекулятивно, но мир развивается, вооружение развивается тоже. Это мы видим по нашему ВПК, какие новые типы вооружений, новые ракеты появляются. Поэтому в состоянии украинских вооруженных сил американцы пытаются навести порядок, пытаются доставить им какие-то новые типы, там, типа средства противовоздушной обороны, ПЗРК, ПТР, противотанковые средства и много современных. Но американцы никогда не дадут им самую современную технику, понимая, что это утечка будет. Поэтому я вижу, что туда приходит в основном поддержанная американская техника. Вспомните тот кадр, когда через Одессу американцы привезли бронетранспортеры с окраской пустынь Саудовской Аравии. То есть они участвовали где-то там в составе американских войск на Ближнем Востоке, везти в Америку их сложно, взяли куда-то, выбросили в Украину. Катера морские, которые американцы, которые вообще списаны. Поэтому говорить о состоянии вооруженных сил Украины, мне кажется, серьезное сегодня просто не приходится. Это все то, что осталось от бывшего Советского Союза. Да, ну здесь, вот смотрите, нужно разделить на пропагандистскую картинку, которую выстраивал бывший президент Украины Порошенко в рамках своей избирательной кампании. Армо Вир, армия Мова Вира. Уже немножко, может быть, это подзабылось. Но ведь Петр Алексеевич утверждал, что на Украине сформировалась самая сильная в Европе армия, которая будет защищать всю Европу от страшной России. И реальность. Вот картинка пропагандистская, бравая украинская армия. Реальность, к сожалению, она совершенно иная, совершенно плачевная. И здесь нужно, опять-таки, рассмотреть ее в двух аспектах. Оружие, техника и дух армии, дух солдат. Если рассматривать военно-технический потенциал Украины, то, конечно, нужно понимание того, что действительно проедаются запасы советские, разрушены абсолютно связи, кооперации с российским оборонно-промышленным комплексом. Кстати говоря, в том же самом вертолетно-строении ведь эти связи были достаточно прочные. Конечно, конечно. И, кстати, они были до самого последнего момента, вплоть до Евромайдана и даже в некоторых аспектах уже после него. И вот то, что, конечно, Украина получила в наследство от Советского Союза огромный военно-промышленный комплекс, который был интегрирован в состав советского ВПК, а сейчас он почти полностью разрушен. А американская помощь, американские вооружения, ну, это пока серьезно рассматривать не нужно, да и, в принципе, серьезно рассматривать не нужно, потому что американцам конкурент в виде ВПК Украины не нужен. Украина пока не платежеспособный партнер, поэтому покупать в больших масштабах, как делает Саудовская Аравия, американское оружие Украина не сможет и, наверное, не сможет никогда. Поэтому будет идти в торсырье ширпотреб. И, наконец, что касается духа, ведь огромное количество людей, которые уклоняются от службы в армии и, в принципе, в этом смысле ситуация очень плачевная. Да, но некоторые повестки не получают, как мы знаем, да? Хорошо, разобрались, на самом деле, подождем результатов расследования, почему эта катастрофа произошла и так далее. И, так сказать, когда будет какая-то конкретика, можно будет продолжить этот разговор или, может быть, говорить о каком-то трагическом стечении обстоятельств. Давайте к политическим процессам перейдем, Александр. Хочу вам сразу адресовать вопрос по поводу Михаила Саакашвили. Мы видели, как он вернулся на Украину, как его встречали. Это некий спектакль или действительно Михаила так ждали и связывают с ним какие-то надежды? Чем он может вообще заняться? Я бы хотел отметить, что мы видим первые реальные шаги по выполнению программы инаугурационной речи Зеленского. Он попросил всех настоящих украинцев, тех, кто предан стране, является ее частью, пусть и живет за границей, вернуться. Вернуться навсегда, он их ждет. И мы видим, что первый украинец все-таки вернулся. Это Михаил Николозович Саакашвили по стечению обстоятельств. Если без иронии, то, конечно, у него есть определенное количество сторонников, которые он обрел за срок своих полномочий в Одесской области. И потом, когда он был таким достаточно активным протестным политиком, бегая от пограничной службы, бегая от других служб. Мне очень понятно, правда, как он бегал. У него ведь и грузинского гражданства вроде бы лишили, и украинского лишили. Он бегал по Украине, я имею в виду. А, да, ну а вот как он перемещался дальше по миру, не очень. После прорыва из Польши в том числе. Я думаю, что, конечно, его слова о том, что он не будет участвовать в политике, не будет участвовать в выборах, готов стать Зеленским, это и есть некая пока проверка ситуации. В каком он статусе сам, он не понимает. Ему разрешили вернуться. Зеленский, безусловно, опротестовал решение Порошенко, которое во многом было, в том числе, и личным отношением. И для него это знаковое, да, это та самая реализация запроса на открытость. Но политическое будущее Саакашвили, как и многих других, туманно. И большого политического смысла в этом нет никакого сейчас. Здесь нужно рассматривать краткосрочные эффекты, долгосрочные. В краткосрочном, конечно, Саакашвили вернулся под избирательную кампанию Верховную Раду. И его основная задача, это, с одной стороны, нанести окончательный удар, вбить осиновый кол в Петра Алексеевича Порошенко и его сторонников. Ну, собственно, есть, видимо, и вторая цель, несколько, так сказать, снизить рейтинг Тимошенко. Скорее всего, Саакашвили будет работать на два направления. Он будет работать, как такой политический киллер, убивающий политические перспективы Порошенко. Но, что касается долгосрочных задач, здесь, я думаю, что для команды Зеленского будет очень серьезная проблема. Каким образом ограничить и нейтрализовать Саакашвили? Потому что понятно, что, когда завершатся выборы Верховную Раду, Михаил Николаевич на этом не остановится. Он будет развивать свою общественную политическую активность и естественным образом наступать на позиции Зеленского. Ну, тут есть уже инструмент, его лишат гражданства просто, видимо. Да, я предполагаю. Вячеслав Николаевич, как вы оцениваете политические перспективы? Можно ли тут говорить о том, что Саакашвили как-то связан с Коломойским, и Зеленский, возвращая граждан с Саакашвили, выполняет в том числе и обязательства, так сказать, перед человеком, которого считают его куратором? Безусловно, с Коломойским, потому что я согласен с тем, что здесь такой потенциал заложен у Саакашвили, все руки связать сторонникам Порошенко и тем сторонникам, которые могут представлять какую-то малейшую угрозу для нынешней власти. Но я думаю, что здесь все-таки рассматривать нынешние процессы на Украине в отрыве от глобальной американской политики было бы неправильно. Потому что возникает естественный вопрос. Он что, Саакашвили, самостоятельная фигура? Он что, передвигается, как говорится, на самолетах, покупая билеты туда-сюда и получает поддержку там Майдана где-то во Львове, в Киеве или в Одессе? Или это есть чей-то проект, это есть та фигура, которую кто-то переставляет с определенными политическими целями? Поэтому, если мы будем замыкать наши размышления только на внутренних украинских процессах, будет одна картинка. Но если мы посмотрим на Шаакашвили как элемент внешней игры, как элемент глобальной расстановки, Посмотрите, Украина это только часть глобальной игры американцев. Северная Корея, Африканский континент, Ближний Восток. Куда ни брось, Европа та же самая. Везде те же самые выборы в Европе, в Европарламент. Американцы везде присутствуют и всегда они ведут глобальную игру. Вопрос возникает. А где здесь глобальная игра американцев на Украине? И где же, на ваш взгляд? Она формирует, сейчас пытается формировать ту систему, которую будет выстраивать Зеленский. Не, но это... Зеленский и Коломойский. Мы говорили еще и в предвыборной кампании, да. За его спину. Кстати говоря, да, вот к поддержке на выборах того или иного кандидата мы еще вернемся. Порошенко обиделся на Вашингтон, что недостаточно сильно его поддерживали. На что ему ответили, мы не поддерживаем людей, мы поддерживаем демократию. Что-то из этой серии, вот. По поводу фигур и по поводу кадровых решений, в том числе, да, и в связи с Коломойским. Вот пришло сообщение, что бывший охранник Коломойского, Максим Донец, назначен начальником службы безопасности Зеленского. Ну, то есть, та связка, о которой мы говорили в таком условном ключе, предположительном зачастую, она полностью, в общем-то, реализуется на практике. Получается, Зеленский абсолютно выполняет точную волю Коломойского. Так, Александр? Ну, я не думаю, что можно говорить о точном выполнении воли. Ну, смотрите, там юрист Коломойского, глава администрации, охранник, глава службы безопасности. Мы говорили, в том числе и в этой студии, много раз, что, во-первых, существует кадровый политический дефицит неконтролируемых фигур. И та же самая фигура Порошенко, это просто пополнение некого актива, уже понятной фигуры с понятными вашингтонскими кураторами. Зеленскому откуда, Сакашвили, да. Зеленскому откуда черпать ресурсы, откуда ему черпать людей? Естественно, даже вот сейчас идут разговоры о том, что он администрацию будет приносить в здание штаба своего, где был штаб. То есть, настолько уже он свои процессы связывает с предвыборной кампанией, и, конечно, люди все те же самые. И ближе окружение Коломойского, которое Коломойского ему предоставил, ведь юристов, охраны, политических нанятых специалистов, в том числе, ему брать негде. И поэтому это, на мой взгляд, органичное весьма назначение. Других нет. Я думаю, что ситуация немножко сложнее. Безусловно, Коломойский оказывает сейчас ключевое воздействие на Зеленского, и, собственно, это видно и по назначениям, и под тем действием, которое осуществляет избранный президент. И у Коломойского при этом достаточно четкая и понятная идея. Одна часть идеи отмщения Порошенко, она уже близка к полному завершению. Вторая идея максимизация прибыли и своих политических и экономических позиций, она, очевидно, тоже состоится. Но, конечно, я думаю, что не совсем верно считать, что Зеленский исключительно марионетка Коломойского. Это достаточно сложный консорциум, в который входит и тот же самый Аваков. Сейчас он ушел в тень, но, по всей вероятности, он рано или поздно выйдет из этой тени. Нельзя сбрасывать со счетов других олигархов, которые, конечно, будут оказывать влияние на фигуру Зеленского, поскольку украинская власть в любой момент времени, это все-таки компромисс между теми или иными олигархическими кланами. И считать, что Коломойский сможет полностью контролировать ситуацию, я думаю, что это не совсем будет верно. Посмотрим, да, насколько этот прогноз соответствует действительности. Пока, во всяком случае, как мне представляется, само возвращение Коломойского, которое было изначально под вопросом и произошло фактически в первые дни президентства Зеленского, оно тоже, наверное, свидетельствует о том, что влияние это как минимум очень сильно. Давайте перейдем к законотворческой деятельности. Зеленский внес в Верховную Раду закон об импичменте президента. Вячеслав Николаевич, почему это важно? Зачем Зеленскому провести этот законопроект? Его хотят провести наряду с законом об отмене депутатской неприкосновенности и о незаконном обогащении. Если с двумя последними понятно, то почему закон об импичменте? Почему вокруг него вообще столько сломано копий? Вы понимаете, первое сейчас возникает мысль, глядя на все решения, которые, первое решение принимает Зеленский. Ну, я так ставлю себя на его место. Человек, который всю жизнь занимался, так сказать, театральным искусством, мягко говоря. Который не имеет никакого опыта государственного управления. Тот фильм, который был снят накануне президентских выборов на Украине, конечно, в него заложены уже какие-то пропагандистские штампы, которые привели его в значительной степени на этот пост. То есть он идет по сценарию? По сценарию, конечно. Поэтому многое из того, что он будет делать, он будет делать, понимая потребность населения, которое озабочено коррупцией, которое озабочено отсутствием власти, реальной, разумной власти в стране. И эти все факторы, конечно, он будет прежде всего учитывать как режиссер, как артист, так сказать. И в этой обстановке он, конечно же, будет пытаться делать самостоятельно. Но у него нет опыта. Поэтому должен быть какой-то режиссер за его спиной, который будет помогать. Но это Коломойский, на взгляд. Я думаю, что все-таки эта фигура должна быть более серьезной, чем Коломойский. Потому что Коломойский начнем с того, что он востребован Соединенными Штатами. Там за него, так сказать, преследует американское законодательство. Поэтому у Коломойского позиция не такая уж прочная с точки зрения международных его позиций. Поэтому я думаю, что здесь будет идти создание какого-то международного консорциума, европейского, американского, которые будут... задача перед которым будет стоять оказать помощь в решении тех орг-вопросов, которые встанут сегодня перед абсолютно неопытным... Коллеги ваши активно хотят прокомментировать. Александр, давай с Александром начнем. Ну, что касается сценария. Конечно, да, он актер, и, конечно, многие элементы он оттуда берет. Но смотрите, простой пример. Президент Голобородько отказывался, мягко говоря, сотрудничать с МВФ. А президент Зеленский сказал, что только с МВФ будущее Украины может быть определено, да, как-то радужно. И много-много таких аспектов, и вы совершенно правы, что касается международной политики. Вот международная политика, на мой взгляд, явно показывает, что тот самый суверенитет Зеленского, тот самый корректированный возможностей существенно ограничен. И ограничен вовсе не Коломойским, конечно. А такими институциями, как Международный валютный фонд, такими, скажем, крупными актерами, как Соединенные Штаты. Ведь человек, который говорил о необходимости пересмотра нормандского формата во что-то иное, по аналогии с Тимошенко, который называл это Будапешт Плюс, с Меркель согласился о сохранении нормандского формата без каких-либо привлечения туда американцев кау-либо. То есть сценарий он не соответствует, он не может по нему идти, у него нет такой возможности в реальности. У Зеленского достаточно сложная на самом деле ситуация и две аудитории, на которые он должен работать. Одна аудитория это его электорат, вторая аудитория это Запад. И что касается электората и что касается Запада, Зеленский, в общем-то, по всей вероятности не может в силу ограниченности ресурсов делать какие-то шаги, которые резко и быстро улучшат состояние экономики и социальной сферы Украины. Но что-то делать нужно, нужно делать какие-то вещи, которые будут восприниматься обществом позитивно. А действия, которые направлены на ограничение власти, на контроль за властными институциями, демократическая повестка, та повестка, которая была, собственно, основой его избирательной кампании. Особенно это важно в преддверии выборов Верховного Рада. Это сделать достаточно легко, то есть, ну, естественно, проведя закон после того, как Зеленский сможет взять контроль над Верховной Радой. И это даст на определенное время ему политические дивиденды. То есть люди будут, избиратели будут понимать, что Зеленский действительно реализует те обещания, которые он давал. Можно ли говорить о том, что он сейчас инициирует эти законопроекты для того, чтобы в преддверии выборов Верховную Раду набрать политические очки? Ну, естественно, это часть избирательной кампании. Это продолжение его избирательной кампании. Он тем самым подтверждает, что те, с одной стороны, те лозунги избирательной кампании, которые у него были в президентский период, они будут реализованы и в Дум, и в компании Верховную Раду, с одной стороны, с другой стороны, это активный фактор давления на будущую Раду и политических оппонентов. А, смотрите, я демократ, я иду навстречу народу, а вот эти мои оппоненты, соответственно, это те люди, которые стремятся всячески сохранять свою власть. Почему законно об импичменте, Александр? Ну, потому что это одно из первых его обещаний. Так же, как и такой исторический для Украины закон о снятии депутатской неприкосновенности. Его обещали все. Депутатская неприкосновенность, понятно, да? И лозунг к раненому импичменте может фактически, да, при определенном сечении обстоятельств, сыграть против него. Обстоятельства должны очень сложно истечься. Я вот позволю себе так вам ответить. Я читал текст, он выложен на сайте Верховной Рады. И это весьма непростые обстоятельства должны сложиться, чтобы привести к отставке. Мне больше всего понравилось, что там есть отдельная срочка. Что в случае, если президент все-таки не будет снят этим замечательным законом и депутатами, то перед ним они должны публично извиниться. Интересно. Давайте посмотрим еще раз. Вы сказали про то, что Зеленский, ну, по крайней мере, декларирует некую близость к народу и демократические ценности. Достаточно любопытная история произошла с шаурмой. Я так назвал, да, эту историю. Я призвал на чиновников есть шаурму, чтобы не отрываться от народа. Попрошу выдать цитату и дословно приведу его слова. Он в социальных сетях разместил такой призыв. Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще шаурма, это самое, помогает не забронзовить и не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую. Написал Владимир Зеленский. Вячеслав Николаевич, ну, это тоже какой-то популизм такой, да? Ну, вы понимаете, он по профессии человек-артист. Поэтому многое, что мы видим, это как бы через призму вот этих своих, своего дарования, безусловно, он пытается донести какие-то мысли, которые он хотел бы вложить в свою политическую программу. Шаурма, так сказать, это одна из форм, как раз вот то, о чем мы говорим. То есть у человека, человек не имеет опыта государственной деятельности. Ведь возглавлять государство, это не возглавлять театр квартал 95. Это все-таки круг вопросов, с которым он будет сталкиваться, и который мы сегодня обсуждали. Это только часть тех проблем, которые он будет должен решать. Давайте посмотрим. В том числе и экономика, в том числе и внутренняя политика, который он, будучи обычным рядовым гражданином, понимая, как это все просматривается снизу, он не знает, как это должно решаться сегодня. Давайте посмотрим, как вот на этот призыв Зеленского отреагировали в Совете Федерации. И сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, тоже написал в Твиттере такой-такой текст. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить, написал Алексей Пушков. Вы согласны, Владимир? Да, согласен. Естественно, это такой ярко выраженный на внешнюю публику незамысловатый ход. Точно такой же, как добраться на работу на пешком или на велосипеде, или отказаться от своих апартаментов президентских. Это ровно такой же шаг в этом же направлении. И еще, кстати, этот шаг можно считать трампизмом. Можно вспомнить президента... Ельцина. Трампизмом президента и Бориса Николаевича Ельцина тоже, который делал в ранний период такие шаги. Но Трамп кормил победивших, по-моему, киевцев... Футболистов, футболистов. Да, гамбургерами. Это ровно то же самое. Это стремление быть ближе к народу, как через желудок. Попытка стать близким. Александр, а как вы думаете, Зеленский на протяжении всего президентского срока, не знаю, насколько долгим он будет, но, тем не менее, сохранит вот эту вот условно, как он это называет, близость к народу? Или сейчас закончатся выборы в Верховную Раду, и, в общем-то, вот это заигрывание с избирателями, оно закончится? Ну, коллеги справедливо сказали, что это имиджевый элемент, и придуман не Зеленским. Давайте вспомним Обама с бургерами, Буша-младшего с пончиками. Ну, что касается соблюдения этого имиджа в дальнейшем. Вопрос только в том, как его примут международные элиты. Если он получит устойчивую финансовую поддержку, обеспеченную на весь срок его полномочий, то тогда, конечно, он уже может не заниматься своим таким народным имиджем, велосипедом, или как Эммануэль Макрон с чернокожими представителями мигрантов фотографировался полуголыми. Этим он может уже не заниматься. Будучи обеспеченным финансово не только со стороны Коломойского, это явно недостаточно для того, чтобы в сложные 19-е годы с обязательством расплатиться. Ну, я тут согласен с коллегой, что он пока еще не во власти, он властью не занимается. Но не ускорно, это не останется времени на вот это вот самое нравится. Хорошо, давайте вновь вернемся к серьезному. Тему сегодня Верховная Рада должна рассмотреть заявление Владимира Гройсмана, премьер-министра, об отставке. Если это заявление будет удовлетворено, вместе с ним идет в отставку весь кабинет министров. Ну, фактически, да, они получат представку ИО, исполняющей обязанности. Вячеслав Николаевич, как это может в реальности сказаться на политических процессах? И насколько это важно? Ну, сразу же возникает вопрос альтернативы. Гройсман имеет опыт, хороший он, плохой он, это другой вопрос. Мы его видели и знаем, что он имеет опыт государственного управления, правительства, руководства экономикой страны. А новый человек, Аваков, Тимошенко, на ком остановит свой взгляд не только Зеленский, но и мировое сообщество? Вот здесь ведь надо понимать, что все эти шаги сегодняшние, вот том числе популистские и так далее, они разрабатываются. Ведь есть же политтехнологии, которые на Западе закладываются в основу и оранжевых революций, и в том числе и внутриполитические, неправительственные организации. То есть есть уже, мир уже живет в этом глобальном облаке, где кто-то принимает, разрабатывает такой формат, и который потом применяется. Ну, ваш прогноз, кто может быть премьером? Понятно, что это будет зависеть от выборов в Верховную Раду, но тем не менее. Я думаю, что если все-таки у него будет желание действительно опасаться со стороны экономической ситуации внутри Украины, я думаю, он должен, по идее, обосстановить взгляд на Тимошенко. Интересно. Ну, на самом деле, у Зеленского две альтернативы. Первая альтернатива – это парламентская коалиция, то есть в этом случае премьером становится лидер той партии, которая входит в качестве младшего партнера, это Тимошенко, например. А почему не оппозиционный блок, например? Ну, скорее всего, все-таки Тимошенко, исходя из тех заявлений, тональность Зеленского в настоящий момент, она более входит в унисон с Тимошенко, чем с оппозиционным блоком. И что будет, если Тимошенко? Не получится опять клинч о президенте с премьером? Но вторая альтернатива – все-таки попытаться уйти в сторону так называемого технического премьера, премьера-эксперта, специалиста, который будет якобы нейтральной фигурой. Конечно, для Зеленского удобнее второй вариант. И если он получит возможность после выборов идти по второму варианту, безусловно, он не пойдет на тандем с Тимошенко, потому что это для него будет очень тяжело и обременительно, как это было в свое время, тяжело и обременительно для Ющенко. То есть Тимошенко разрушит рейтинг и политический капитал Зеленского. Александр? Я согласен. Единственное, только хотелось бы отметить, что идеальным премьером для Зеленского является вообще внешний специалист. Да. Вообще иностранный, внешний какой-нибудь специалист из Польши. Как его можно провести на премьерское кресло? Украинская политика знает множество решений и различных юридических казусов. И тут действительно расклад зависит от того, кто же возьмет большинство в Верховной Раде. Я думаю, если надо будет, ну, примут закон или напишут указ. Но пока, к сожалению, это лишь фантазия, к сожалению, Зеленского, это лишь такой не очень вероятный сценарий, фантастический. Пока действительно ему приходится выбирать из Тимошенко еще ряда фигур. И позиции Тимошенко, на мой взгляд, наиболее оптимистичны на этом направлении. Ну, а потом внешние эксперты уже были. Джареско, Ереско, так называемая. Тот же самый Саакашвили, который чуть не стал министром и премьер-министром. То есть такой опыт уже есть со времен Порошенко. Совсем у нас мало времени остается в эфире. Много тем не успели обсудить, но я думаю, что еще будет возможность в других программах. По поводу выборов в Верховную Раду, раз мы сговорили на эту тему. Как сейчас, на данный момент, вы оцениваете перспективы вот этой партии «Слуга народа»? Вячеслав Николаевич, вот окружение президента Украины, судя по новостям, заявило о поиске кандидатов в депутаты по мажоритарному округу. Кто хочет баллотироваться? Не хватает людей, судя по всему, кадров им просто не хватает. Для того, чтобы не то, что занять большинство, а просто, видимо, для того, чтобы занять одномандатная округа? Мне кажется, что все-таки пойдет по пути больше демократизации. Потому что в этом интерес, на мой взгляд, должен заключаться для Зеленского. Потому что избавиться от тех традиционных фигур, которые сегодня бойкотируют его, которые сегодня выступают в Верховной Раде как сила оппозиционная избранному президенту. Я думаю, перетряхнуть всю эту выборную систему, это будет одна из... Очень мало времени осталось. Есть ли потенциал партии «Слуга народа»? Все-таки это пока некий фантом такой, как мне присоединяется. Ну, вы знаете, он был фантом, но если в идею этого фантома будут заложены жизненные принципы, они могут быть... Достаточно быстро нагляться. Не забывайте об опыте Макрона, да, собственно, и Порошенко. Макрон создавал партию после того, как стал президентом с нуля. И эта партия выступила достаточно успешно. А кто в ней? Кому поверили избиратели? Это были люди, наспех собранные Макроном. Точно так же Зеленский... То есть все будет держаться на фигуре Зеленского, да. Все будет держаться на фигуре Зеленского. И у него очень серьезная, на самом деле, проблема с мажоритарными округами. Скорее всего, партия там не сможет выступить достаточно успешно. Но уже после того, как Рада будет собрана, а мажоритарии, в том числе независимые, возможно, станут частью блока Зеленского. Да, Александр, завершающую реплику. Я считаю, что это вопрос исключительно финансовой базы, ресурсной базы и политического менеджмента. При наличии того и другого он наберет и новых лиц, и каких-то обновленных старых соседних партий, куда к нему сбегутся всех хоть сколько-нибудь достойных. Коллеги, я благодарю вас за то, что нашли время, поучаствовали в нашей программе. Вместе с вами внимательно следим за происходящим на Украине в этой студии и будем обсуждать все новости. Всем спасибо.